Итак, мужчина становится успешным в семейной жизни, когда он становится сильным. В проверке и испытании жены он проходит успешно, она начинает его, естественно, уважать, не как аскезу, а просто само собой, и он становится успешным. Мужчина становится успешным в отношениях с сотрудниками, если он выполняет все правила. Первое правило. Если у тебя есть старший, то есть начальник, уважай его, потому что он дал тебе возможность работать. Не плюй в колодец, пригодиться, воды напиться. Понятно, что у начальника все есть недостатки, он может быть плохим человеком, но тогда выбери работать там или уйти. Если ты считаешь, что ты работаешь с плохим человеком, тогда надо уйти. А если все-таки человек хороший, тогда прощай. И уважай. И тогда ты станешь успешным. Тот, кто не уважает старших, успешным никогда не будет. Потому что есть два способа развития человека. И люди в основном принимают неправильный способ. Первый способ развития, который в основном люди принимают. Я вот стану квалифицированным специалистом, и тогда у меня все получится. А второй способ развития тайный, скрытый, его мало кто понимает. Сейчас расскажу вам одну историю. Было два мудреца, и они выбрали разные стратегии для того, чтобы попасть в царю. Один решил сесть на площади и давать всем мудрые советы. А второй пришел к царскому дворцу и начал про царя рассказывать стихи. И первый, и второй к царю не попали. Первый сидел, как бы мудрые советы давал. Царю доложили, он говорит, ну пусть идит дальше, он же не мешает. Все. На этом закончилась как бы возможность к нему попасть. Ну, дает хорошие советы, пусть себе дает, нам не мешает. Второй ему доложили. Он говорит, про меня рассказывает. Да я сам про себя все знаю, что мне это неинтересно. Но первый мудрец, который все мудрые советы на площади давал, он так и остался сидеть там на площади. А второй смекнул и начал рассказывать стихи мудрые про жену царя. Когда царю доложили, что он все про жену знает, тогда его пригласили в царские покои, потому что царю стало очень интересно. Когда мудрец попал к царю и подружился с ним, он стал царским советником. Понимаете? И он сразу зашел на самый высокий уровень социального развития. Теперь у меня к вам вопрос. Почему же у нас мы такие неудачники все в жизни-то часто? Почему у нас все не клеится? А потому что мы не знаем этот способ. Этот способ заключается в том, что если человек нашел в себе силы уважать начальника, ему несложно будет стать уважаемым и богатым человеком. Бедняки — это те, кто старших не уважает. Мы иллюционеры. Мы наш, мы новый мир построим. Это был не тем, кто станет всем. До основания мы разрушим сначала старый. Это означает неуважение — это неудачники. Неудачники — это те, кто не уважают старших. Но в любой культуре, которая успешно развивается, есть старшие и их уважают. Если старших не уважают, тогда там хаос стоит в этом месте. Там нет никакого развития, и люди не могут прогрессировать. Потому что развитие всегда идет через веру в старших. Человек верит в своего старшего, допустим, он уважает нас. Ну пусть, да, это пускай вера будет. Понимаете, сейчас большинство старших там начальства не такое уж и возвышенное. Понимаете, просто занимается своим делом. Делом капусту рубит начальство. Понимаете, о чем я сказал? И тут уважать, в общем-то, нечего особо. Но если вы понимаете, что просто надо уважать, потому что вы там работаете в этом месте, что просто потому что вам платят зарплату, что вы находитесь по судьбе в зависимости от этого человека, поэтому надо его уважать. Хотя бы за это. То это уже достаточно, чтобы человек имел устойчивое положение в жизни. Потому что 90% увольнения – это когда старший видит, что его не уважают просто, и все. Причина в этом. Как бы вы ни хотели и ни крутили, с этим ничего не поделать. Поэтому уважение к старшим является самым легким путем к победе и самым легким путем к поражению в этой культуре, в которой мы живем. Уважать старших очень трудно, особенно, когда еще они не знают, как правильно себя вести. Но тем не менее, выхода нет. Есть только два варианта – или работать в другом месте, или уважать старших. Итак, успешность бывает двух типов. Первый тип успешности – это близкие отношения. Второй тип успешности – это заслуги. В социальной среде с самым быстрым развитием всегда обладает тот человек, который устанавливается старшим близким и близким отношением. Возьмем пример, удивительный пример Меньшикова, который стал генералом впоследствии в армии, предводителем фактически всех в армии Петра Первого. Меньшик, и чтобы вы знали, кто такой Меньшиков, – это Босяк. Знаете, в тех, кто в культуре царской, Босяки, они были абсолютно безграмотными, они были абсолютно невоспитанными. То есть, это были люди, которые вообще не могли себя никак правильно вести. Но просто из-за того, что он очень подружился сильно с Петром Первым, они вместе играли с ним. Он приблизился к этому человеку, этот человек получил уникальнейшее, очень серьезное образование с самого детства. И он дошел до самых высших слоев общества благодаря близкому общению с царем. Понимаете, о чем я сейчас говорю? И он был самым верным для него человеком, для царя. Самым верным. Никогда его не предавал, и там даже в тени об этом разговора не был. Чувствуете два пути в развитии человека социального? У меня есть один знакомый, сейчас у него другая должность, но одно время он был министром правительства. И мы часто встречались с ним, обсуждали вот эту тему отношений. И как-то я увидел, в один момент ему из высшего эшелона власти позвонили, он встал, взял трубку и начал говорить так, «Да, будет сделано, я вас слушаю, все понял, спасибо». Такие слова, полное предание и подчинение. Когда он закончил разговор, он сел, я его спросил, «А что вы встали-то, никого же нет, у нас с ним были дружеские отношения. Я как бы вас не предам». То есть я ничего плохого о вас не скажу, вашему начальству понимать, да и меня и слушать никто не будет. Он посмотрел на меня, говорит, «Вы знаете, с самого детства я такие отношения получил уникальное воспитание у своего отца». Мой отец как раз принадлежал к очень таким развитым слоям общества в плане воспитания. И мы получили такое уникальное воспитание, способность, возможность уважать старшего, что такое уважение. И я всегда к старшим отношусь именно так. Для меня старшее — это самое лучшее, самое святое, что есть в жизни. Я всегда уважаю тех, кто старше меня во всем. Я всегда так себя веду с ними. Это моя привычка. Чувствуете, почему он туда попал? Потому что такие люди на вес золота. Представьте, у вас в компании есть человек, который вас верит. Его надо приближать и развивать, и обучать. Это незаменимый человек совершенно, уникальный человек. А если человек имеет очень высокую квалификацию, у него пять образований, тысячу разрядов, но он всегда пальцы крутит. Это самый опасный человек в вашей среде. Он вас подведет первым. Итак, мы говорим с вами о взаимоотношениях в коллективе, как оставаться самим собой среди других, как научиться менять себя от других. Мы переходим к этой теме, или у вас есть вопросы по прошлой? Про мудрецов? Про мудрецов? Очень просто все. Смотрите. Один путь – это показать свою квалификацию обществу и через квалификацию развиваться. А второй путь – это доказать свою верность старшим. А он доказал еще того, что вы решили, он начал устанавливать? Конечно, то есть он начал устанавливать близкие отношения с сарем. Понимаете? Через близкие отношения. Один путь – близкие отношения. Второй путь – это просто… Один путь – ты верен человеку и близок. А второй путь – это путь, по которому… Ну, допустим, вот смотрите, приобрету другой пример. Есть директор завода, да? У него есть внук. Ну, вообще никакой специальности нет у внука. Ну, как вы думаете, внук будет дворником там работать? Нет. Почему? Потому что с директором завода близкие отношения. Все. Поняли, о чем я говорю? Но не обязательно, чтобы близкие отношения с директором завода иметь, не обязательно быть внуком. Для этого надо быть верным человеком просто. И эта верность к старшим – это уникальный дар, понимаете? Так же, как пчела. Она видит только нектар, видит только пыльцу и не видит ничего плохого вокруг. Она летит только к цветку. А муха – она тоже хочет счастья, но по дороге она видит, что там есть бардак, где-то воняет. Она туда подлетает, к этому бардаку, чтобы разобраться, в чем дело. Понимаете? Там она заводит опарыша, и в этом «г» остается на всю жизнь. В этом есть разница между пчелами и мухами. Одни видят самое лучшее в человеке, и поэтому этих людей возвышают, приближают, делают на самый верх общества, возводят. А есть такие, постоянно, как увидят бардак, и все критикуют. Критикуют, ну и живи в этом, и тогда нет проблем. Это же не конструктивная позиция, все время плеваться тем, что ты видишь. Конструктивная – помогать тому, что ты видишь, развивать тому, что ты видишь. А это тяжелее так жить. Это аскеза – не видеть недостатков в человеке. Попробуйте так жить. И сразу жизнь пойдет другой. И возможность трудиться станет другой гораздо. Это очень глубокий и сильный способ поменять свой статус в обществе. Труднодостижимый, но самый правильный и быстрый. Дальше мы говорим на эту тему, или все понятно? А? Давайте микрофончик. Сейчас не уважают старших по двум причинам. Первая причина заключается в том, что нас не учили уважать. Мы не знаем преимущества. Мы не знаем этого пути. Нет, микрофончик. Микрофончик. Нет. Мы только начали с вами. Мы с вами общаемся. Почему вот тенденция такая идет, что и мы растем, и дети наши растут, что не видят и не знаем, как уважать старших? Потому что мы не знаем в этом никакого преимущества. Уважение к старшим – это большая аскеза. Представьте признать себя младше. Мы же все крутые. У нас есть эгонизм. А признать перед кем-то себя младше – это свой эгонизм зажать. А это очень трудно всегда. Понимаете? И на эту аскезу вообще мало кто идет, потому что не знает зачем. Уважение к старшим является основой для того, чтобы разум был сильным и крепким. И смиренное отношение к себе эту основу закрепляет. Приведу вам пример. Один раз я встретился с очень развитым человеком. Только с внешней стороны. Этот человек возглавлял одно учреждение, серьезное. И мы с ним общались минут 20. Интересная была беседа. Он мне рассказывал о своих регалиях и заслугах. У меня есть столько докторов наук, столько профессоров моих и так далее. У нас есть столько диссертаций. Мне все это рассказывали, я кивал головой. Потому что супер, мне нравилось столько достижений. И также я видел и другие вещи, на которые просто не обращал внимания. Зачем мне человека огорчать? И он долго-долго это все рассказывал. И потом он меня ничего не спросил. Просто сказал, вы знаете, вы очень хороший человек. Вы мне понравились. Мы можем с вами сотрудничать. Если хотите, можете в нашу какую-то среду входить. И мы будем вам помогать, писать вашу научную работу. Но я не стал туда и захотеть в эту среду. Не было на это причины, серьезно. У меня была возможность, потому что я мог уважать этого человека, но я не видел смысла. Очень трудно уважать того, кто сам себя не уважает. Ну, можно иногда, если нужно. У меня была другая ситуация. У меня был выбор. Итак, первая причина. Мы не знаем, зачем. Мы не понимаем, что есть такая функция жизни, судьбы, разум. Разум — это та штука, которая побеждает судьбу. И в разуме есть две функции. Первая функция — критически относиться к себе. Эта функция называется смирение. Разум от этого становится чистым. И вторая функция — уважать других, особенно старших. И обе эти функции труднодостижимы. Включить разум в этой жизни, в этом мире очень сложно. Поэтому все в основном люди находятся на умственной платформе. Они очень сильно уважают себя и очень сильно не уважают других. И причина тому незнания, зачем это надо. Первая причина. А вторая причина — деградация самого общества. Как можно уважать тех, кто сами себя не уважает? Очень трудно. Но можно, если ты безвыходной ситуации. Ты вот там работаешь, в этом коллективе. У тебя два варианта есть. Или честно уйди, или научись уважать старших в этом коллективе. И тогда тебе будет гарантия, что там будешь дальше работать. Если у тебя такая судьба, то ты больше нигде не можешь работать, кроме как там. Тогда прими свою судьбу и уважай то, что Бог тебе дал. Даже как Бог нам дал наших родителей, мы должны их уважать, какими бы они ни были. «Я не забываю об одном на краю родной земли, поклониться матери с отцом, кем бы они ни были». Понимаете? То есть это означает разумность. Точно так же человек, который дает мне возможность зарабатывать, это тоже как отец. Понимаете? Его также надо уважать. Но если ты плюешься в этого человека, значит ты вылетишь из этого места, останешься без денег. Но это твои уже проблемы. Просто прими, что уважать нужно не только тех, кто дал тебе жизнь, а также тех, кто дает тебе возможность жить, средства на жизнь. Две причины, почему мы не уважаем. Первое – незнание. Второе – деградация общества. Если человек развитый, его, естественно, хочется уважать, даже если ты не умеешь уважать. А если ты развитый, ты будешь уважать даже тех, кого уважать невозможно. Развиваться только с помощью монет. Знание называет человека отношения. Нужно видеть пример для подражания. Монет – это второй этап. Второй. У меня диссертация, знаете, как называется? Позитивное мотивирование на высшие гуманитарные ценности. В скобках. Развитие возможности видеть перед собой пример для подражания. Если человек, появляется возможность у человека в жизни видеть святость перед собой, развитие его личности гарантированно. Потому что каждый человек развивается только в сторону света. В сторону тьмы развитие невозможно. Растение растет только к свету. Человек всегда растет, когда видит что-то хорошее в жизни. Он развивается и стремится к этому. А просто жить так, как растение без света, невозможно. Оно убедает. Человек должен стремиться к солнцу. И поэтому в древней культуре Бога сравнивали с солнцем. И мы детям поем в своем эти песни, и понимая, что эти песни так же и нам тоже нужно для себя петь. Мы не знаем, что стремление к свету или к солнцу, или к высшему, к тому, к чему надо подражать, к тому, к чему надо верить, стремиться, это и есть то, что развивает нас лучше всего. Потому что когда человек видит святость перед собой, вся жизнь его способна поменяться очень быстро. И поэтому есть один вид пути в жизни. Это путь за солнцем или за святостью, за светом. И этот путь, он очень сложно понимаемый для людей, потому что люди думают, надо идти к деньгам, к славе. То есть они очень поверхностно смотрят на свою жизнь и понимают, что самая главная сила, которая может поменять в моей жизни, это источник вдохновения, потому что главная причина деградации, страданий и неразвитой части человека это отсутствие сил, понимаете? Точно так же, как растению нужно две вещи, вода и свет, и земля, то есть силы нужны для того, чтобы оно росло. Так и человек растет точно так же от святости, то есть от света, от вдохновения. Вдохновение в жизни это вода, она нас поет. Понимаете, если нет вдохновения, нет движения. Мы не можем без вдохновения что-то делать, нам нужно вдохновение, чтобы двигаться, надо знать куда. А двигаться можно только к свету. Человек не может к немее двигаться, ему нужен просвет в жизни какой-то, он должен чувствовать, что там лучше будет, больше счастья. И земля означает фундамент для человеческой жизни. Это свод законов, по которым надо жить. Если в диком пространстве жить, все правила у всех разные, человек не может так жить, ему нужно в священное писание, опираться на что-то, где всегда правила не меняются, понимаете? Это наша почва, она должна быть удобрена. И вот теперь послушайте песни об этом. Куда человек должен идти в жизни? И какой будет результат? Для детей песня, для детей. А микрофона у меня нет. Слышно? Нет. Нет? Сейчас. Специально для вас. Слышно? Впереди. За солнцем означает за Богом. За светом. Иди за тем, что светит. Не иди за тьмой. Не живи просто так, в непроглядной тьме. Непонятно, зачем цель жизни, для чего живу, куда живу, зачем. Просто живу и все. Теперь, когда человек вдохновлен этим светом, дальше у него появляется способность жить по-другому. Жить правильно означает служить. Жить, жить нет для себя, забыть про себя. Человек становится счастливым, когда он про себя забывает. Когда человек постоянно, Олег Геннадьевич, у меня, то у меня все, у меня пятая, десятая. Значит, никогда не кончится, потому что он постоянно обсасывает свою жизнь, думает о себе. Когда человек становится победителем, слушайте. Опять же, после солнца. Это следующая статья. Если за солнцем не идешь, сил на это не хватит. Забыть свои заботы, падения и взрывы. Их лич, когда судьбам себя ведет, не как сестра. А если с другом худо, не любит, а чудо. Спешит, не будет, всегда идем, дорогой, добра. А если с другом худо, не любит, а чудо. Спешит, не будет, всегда идем, дорогой, не любит, добра. Слышали? Две стадии. Если ты сам не станешь достаточным, если ты солнца не получишь внутрь, ты не сможешь никому помочь. Скупость означает просто отсутствие силы. Нет сил помогать. Надо набраться сначала от света, от чистоты, учиться на примерах других людей. Почему люди подвиги совершают, почему они радостными живут, почему они могут прощать, а я не могу. Надо разобраться с этим. И это можно переменять у другого человека через контакт. Контакт означает действие с верой. Молитва означает действие с верой. Я настраиваюсь на кого-то. Вот кто вчера повторял, я желаю всем счастья, и появилось спокойствие внутри такое. Это первый этап. И спокойствие означает включается разум у человека. Как определить, что у меня разум включился? Вот это спокойствие, то, что я чувствую. Это и есть разум. Разумный человек очень спокойный по природе. Как штифт в море. Спокойствие в сердце значит первый этап. Разум включился. Следующий этап. Вдохновение появляется в сердце. У кого появилось желание жить, у меня все получится, я желаю всем счастья. Супер. Этот этап не достигается сразу. Вы, значит, тренировались, вы уже молились до этого, вы пробовали. Это уже специалисты в этой области. И третий этап. Знание. Вот ты какой северный аллей. Ну, то есть, человек начинает что-то чувствовать, понимать, он увидел что-то, чудо какое-то перед собой. Поднимите руку, кто получил третий этап. Я желаю всем счастья. Большие специалисты. Значит, опыт большой уже. Иногда человек спонтанно такой до трети, если он сильно погружается, значит, он в прошлых жизнях уже этим занимался. Мы будем дальше говорить о старшей, равной, младшей или как оставаться самим собой? Все будем делать? Да, оставаться самим собой. Дальше поехали. Хорошо. Давайте вернемся назад. Я вам уже говорил об этом. Есть три стадии развития Личности по отношению к эгоизму. Мы говорим сейчас о взаимоотношении человека с эгоизмом, поэтому это является основой жизни человека и основой фундаментов его жизни. Первая стадия — эгоизм полностью владеет человеком, и человек не считает, что кто-то ему может объяснить, как правильно жить. Он не воспринимает чужие взгляды на жизнь. Он не хочет никого слушать. Он не хочет ничего понимать. Он живет только так, как он хочет сам и считает, что он лучше всего знает, что такое жизнь. Это сознание, состояние сознания называется невежественная платформа жизни. Ну, то есть человек покрыт полностью невежеством, эгоизмом. Если вы хотите понять, что такое эгоизм и как он функционирует в тонком теле, я вам сейчас расскажу историю немножко подлиннее. И эта история вам покажется сказкой. Но если вы будете серьезно изучать эту историю, вы поймете, что это не сказка, а самая настоящая жизнь. В видеобведах описываются, что есть пять стадий развития живого существа. И все эти стадии означают постепенное открытие разума и постепенное ослабление эгоизма. Первая стадия, когда эгоизм полностью покрывает живое существо или душу, то эта стадия жизни называется сон без сновидений. На этой стадии душа ничего не видит, она просто хочет счастья и все. И она глубоким сном спит. Потому что жизнь при душе — это только служение, только аскеза для других. Жизнь в душе просыпается только тогда, когда она любит. По-настоящему они наслаждаются жизнью. Изначает трудиться для других, отдает себя, жертвует. И первая стадия жизни, на которой душа просто спит и наслаждается всем, называется растительная форма жизни. Растение себя не помнит. Оно просто пользуется светом, водой и землей. Там находится такая же душа, как и мы. Разницы никакой нет. Что в маленькой травинке, что в дереве. Просто в дереве больше силы жить, больше аскетизма, а в травинке меньше. Но и та и другая душа спит. И поэтому, когда с дерева мы срываем веточку, там душа чуть-чуть пробуждается от боли. Чуть-чуть пробуждается. И поэтому, когда мы обрезаем веточки у дерева, такое дерево растет лучше. Садовники это знают. Срезая веточки, омолаживаем дерево. Оно становится лучшим. Больше прослужит. Больше будет расти. Постепенно душа пробуждается через желание познания и желание жить. И движение является признаком со сновидениями для души. Эгоизм у такой души ослабевает. И она постепенно начинает изучать этот мир. Это уже подвижные формы жизни, начиная с всяких инфузорий туфелек и заканчивая более организованными формами жизни. Такими как, там, мы веселые медузы. Мы похожи на арбузы. Вот. Это все очень примитивные формы жизни, в которой душа практически спит. И она не чувствует смерти. Даже практически не чувствует. Подтверждение. Я просто с детства любил купаться в Волге. И так как я жил в Тольятти, там всегда была вода зеленая, я получил аллергию на эту зелень. Сегодня я перекупался. И чуть-чуть, поэтому чекаю. Это нормально. Чуть возбудилась слизистая носу. Зелень-то осталась той же. А память о ней осталась на всю жизнь.